Результат выборов ожидаем. Цифры известны и мы сегодня, наверное, наблюдаем парадокс устройства парламентской республики, когда партия, набравшая на выборах наибольшее количество голосов, может не получить власть. И действительно, сегодня резервы у партии «Право и справедливость» для формирования коалиции минимальны. Но, с другой стороны, кто сказал, что оппозиционная партия не может войти в коалицию? Поэтому, как говорится, наблюдаем. Однако сегодня уже можно сделать некоторые предварительные выводы по итогам. Например, ведь пока по Конституции Польши президент должен собрать первое заседание парламента в течение 30 дней, далее в течение двух недель внести кандидатуру премьера, и опять же в течение 20 дней эта кандидатура должна быть одобрена. Поэтому есть, как минимум, 60 дней, два месяца для того, чтобы вот эти кулуарные переговоры прошли. Прошли для кого-то успешно, для кого-то нет. Но, наверное, нужно отметить, кто на что рассчитывает в этих кулуарных переговорах и в течение этих 60 дней. Во-первых, надо отметить, что действующий президент Польши Дуда выходит из партии «Право и справедливость» и заинтересован в том, чтобы передать власть, соответственно, собственной партии. Стало быть, можно сделать такой, ну, наверное, вывод, что эти 60 дней будут использованы по максимуму и использованы, наверное, плодотворно, и в рамках этих 60 дней будут использованы, наверное, все возможности, которые только есть.